Дополнительные профессиональные знания, навыки написания социальных проектов и новые знакомства – это лишь малая часть того, что смогли получить участники финального этапа научно-образовательного проекта «Школа Кавказоведения». Мурат Токов – студент исторического факультета Карачао-Черкесского госуниверситета имени Умара Алиева, стал одним из тех, чей проект получил высочайшую оценку экспертов. Он был посвящен летней школе дополнительного образования и направлен на культурно-информационный обмен между студентами-историками Адыгей и Карачаево-Черкесии. Это в первую очередь развитие межуниверситетских отношений, межрегиональных отношений, уже на таком более высоком уровне, а также будет способствовать развитию профессиональных отношений между будущими коллегами-историками. И также развитие своего кругозора и понятие другой культуры, по сути. И люди смогут окунуться в чужую историю. Отбор участников «Школы Кавказоведения» проходил в дистанционном формате. Заявочный этап собрал свыше тысячи претендентов на участие. По его итогам определились 50 студентов, которые лучше остальных справились с заочным заданием, посвященным традициям и обычаям народов Кавказа. Вопросы связаны были с географией, с историей, культурой регионов Кавказа, с народов Кавказа. Наши ребята оказались на высоте, были отобраны, то есть их пригласили для участия в этой школе, но по разным причинам. К сожалению, ковид тоже нам помешал, кто-то заболел, кто-то не мог по семейным обстоятельствам, но в результате семь человек были приглашены для участия в этой школе. Во время проведения финальной части школы участников ожидала насыщенная образовательная программа, в ходе которой им предстояло решать кейсы, участвовать в практических семинарах, а также готовить свой авторский проект, который они защищали перед экспертами. Также для финалистов был организован мастер-класс от лидеров России на тему «Как сделать так, чтобы тебя или твой проект заметили». Наши студенты участвуют во многих форумах, наверное, тоже сами знаете, и по линии Росмолодежи, но здесь очень приятно то, что нужно отметить, что это был интеллектуальный форум, да, то есть как бы здесь не просто они учили проекты писать, что очень часто происходит на разных молодежных форумах, но именно с точки зрения истории Кавказа. И, то есть, ну, как я понимаю, данная школа была ориентирована на то, чтобы растить новое поколение политологов, социологов, да, то есть специалистов, знающих Кавказ, которые могут приносить пользу потом, так сказать, Кавказу. Стоит отметить, что студенты, показавшие самые высокие результаты по итогам финала школы Кавказоведения, смогут получить в качестве наставника одного из ведущих экспертов, в число которых входят ректоры вузов, руководители научных и общественных организаций, а также возможность пройти стажировку в органах исполнительной власти.